Аль-Мухеймин, Аль-Мухеймин, хранитель, проводник, спаситель, человек, который познал это имя, готов стать на защиту своих близких. Напишем прекрасное имя Всевышнего, Аль-Мухеймин, вместе. Если вы еще не знаете арабский алфавит, но у вас есть горячее желание научиться арабскому языку, то все, что от вас сейчас требуется, это взять тетрадку, ручку и начать писать со мной. То есть мы начинаем с практики, а после того, как вы увидите буквы в письме, вы возьмете алфавит и выучите его наизусть. Эта система гораздо более проста и более естественна, чем когда вы начинаете с изучения алфавита и в дальнейшем пытаетесь идти в практику, поскольку часто люди зависают именно на буквах алфавита, не двигаясь дальше. Поэтому сейчас просто возьмите тетрадку, ручку и пишите вместе со мной. Итак. Мы с вами видим, что согласные звуки пишутся в виде букв на строчке. Гласные уходят над строчку или под строчку. Вот такая система. Итак, мы видим. Эль, м, у, му, му, х, а, х, эль, му, х, й, й. Знак сукун обозначает отсутствие гласного. То есть здесь чистый, согласный, чистый звук й, 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 м, и, ми, н, у, ну. Но конечный гласный сейчас читаться не будет. Итак. Эль, му, хэй, мэн. Эль, му, хэй, мэн. Напишем каждую букву так, как она выглядит в алфавите. Элев, звук а. Лем, звук л. Мим, звук м. М, хэ, 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 видите, как ее форма отличается от того, что мы видим в середине слова. Хэ, звук хэ, хэ. Буква е. Буква е, звук й, й. Снова мим. Звук, вы уже помните, звук м. И, наконец, буква нун дает нам звук н. Как вы видите, существует система названий букв. Названия элев, лем, мим, хэ, е, нун. И звуки, которые дают эти буквы. Э, ль, мэ, хэ, йэ, мэ, нэ. Поэтому, прежде чем учить названия букв, изучите сначала звучание. То есть их формы визуально и звучание каждой буквы. Названия букв вам много не дадут. От того, что вы будете знать, что это мим. Вы же не будете читать его как мим в слове. Вы будете читать его как м. Поэтому звучание букв должно изучаться до того, как изучать все названия букв в алфавитном порядке. Когда буквы стоят отдельно, каждая буковка в свободной форме, то у них, как правило, есть хвостики. Посмотрите, хвостик у буквы лям, у буквы ним, у буквы е. Но когда эти буквы будут встречаться в слове, то хвостики они будут терять. Вместо этого образуются соединительные черты с другой буквой. То есть буква тянет ручку своему соседу. Видите? Она теряет хвостик, но тянет ручку своему соседу. Буква х здесь сильно поменялась. Буква е тоже потеряла хвостик. И... Точечки у нее остались, конечно. Вот они, соединительные хвостики. Она сейчас выпрямится, превратится вот в такой ровненький. Вот она. Видите, снова мим потеряла хвостик и снова протянула ручку соседу. Это общая система арабской письменности. Буквы стремятся соединиться друг с другом в единый хоровод. Эль-Мхеймин – хранитель, оберегающий и управляющий жизнью, деяниями и пропитанием каждого из своих созданий, заботящийся обо всех творениях без исключения. Познавший это имя Всевышнего не беспокоится ни о чем понапрасну. Субтитры создавал DimaTorzok